Гуру Махараджи это классифицируют как служение первого и третьего класса. Третьего класса, когда мы сами придумываем, что делать, и предлагаем это Кришне, это тоже служение, третий класс. То есть здорово, что мы это делаем для него, хотя он не просил, но все равно нормально. Но лучше, когда мы знаем, что ему нужно, и тогда мы делаем. Допустим, это и практическое служение имеется в виду, и духовное сознание, то есть есть два направления в нашей практике, это садана личная и занятость в миссии искон. Если это занятость в миссии искон, то лучше спросить у руководства, который миссией этой занимается, как можно правильно свою энергию интегрировать во все это. А то, допустим, вы делаете гайки, и вы решили, ну, думаете, гайки мне нравится делать, и вы сама сволк гаек просто привезли в русский дом. Я говорю, я Масун Рачаран пробовал, вот вам гайки, и засыпаете прям в выход туда эти гайки. И он смотрит, спасибо, спасибо, займем. И потом непонятно, что с этими гайками делать. Но если вы у него спросите, как я могу поучаствовать в миссии здесь, а что ты умеешь делать? Гайки, гайки, надо продать гайки, купить обои, поклеим обои везде. Ну, допустим. И все, те же самые гайки вы продаете на лобазаре, покупаете обои, приносите эти. И это уже лучше же, правильно? Поэтому третий сорт, то есть если вы просто гайки засыпите сюда, это третий сорт. Но если вы спросите, что надо, и сделаете это, это будет первый сорт. Второй я не знаю даже. Там пара-два варианта было. Да, спрашивают, духовный учитель рекомендует включать разум. То есть уже наставления какие-то даны, но как это наставление конкретно в этой ситуации применять, тут надо уже подумать. И хорошая вещь, есть три вида учеников, три класса учеников. И первый класс, третий класс, это те, кто делают, что хотят. Второй спрашивает, что надо делать, делают, что надо. И третий класс уже знает, что надо делать. Так вот, лучше не перепрыгивать. Перед тем, как делать до того, как вам сказали, сначала надо научиться делать то, что сказали. И в случае вот в этом, который вы описали, хорошо, если вы какое-то приняли решение, это нормально, применили разум, приняли решение и получили богословение. И когда уже все время вы выпадаете просто, у вас уже 10-10 стих, то тогда вы просто всегда... Это значит, что у вас гуру присутствует в сердце всегда, и вы всегда знаете, что он хочет. Пока этого не возникло, хорошо как-то сверяться, хорошо сверяться. А то, знаете, вот те, которые делают, что хотят, они имитируют тех, кто знает заранее, что хочет гуру. И бардак во всем обществе возникает. Субтитры создавал DimaTorzok